Павел уже 9 лет работает в ООО «Евротранс Владимир» водителем на автобусных рейсах. На днях вез людей из Гусь-Хрустального. На Владимирском автовокзале заметил, что один из пассажиров не вышел и остался в автобусе. Это была беременная женщина. Ей стало плохо, вспоминает Павел. Он решил вызвать бригаду скорой помощи. Через несколько минут прибыли медики. После осмотра женщины они приняли решение принимать роды прямо в салоне автобуса. Женщина сидела вот на этом сидении. Соответственно, вот на этих двух сидениях она и рожала. Вот. А медики, соответственно, находились вот с этой стороны. Одна вот здесь, другая здесь. Сумки лежали у них вот здесь. Вот здесь был застелен плед под ребенком. Сам водитель – отец двоих детей. И хоть во время родов супруги он не присутствовал, в салоне автобуса не растерялся. Роды продолжались порядка полутора часов, вспоминает Павел. Все это время он помогал медикам. Дело только то, что просили меня, если подать им что-то, сумки, например, зажимы какие-то, вот это вот все. Ну, просто я им показывал, что именно это, это, ну, там, как вот, я не знаю там некоторых названий. И там просят, там, зажим, например, для поповин, там, пластиковая такая штучка, оказывается. Я не знаю этого. Вот. Ну, попросили сходить за капельницей в машину скорой помощи. В итоге прямо в салоне автобуса на свет появилась девочка. Но, как оказалось, женщина была беременна двойней. Следующего ребенка пассажирка рожала уже в роддоме. Приехал еще один экипаж скорой помощи, уже, наверное, реанимация детская, я так понял. И там уже врач, ну, я так понимаю, врач приехал. Он посмотрел, что можно сейчас перевозить в этот момент. Вот. И мы ее, как бы, вынесли вчетвером на руках, положили на носилки, и ее увезла скорая в роддом. За помощь медикам и участие в родах руководство Павла Дубровина обещало выплатить ему премию. С такими водителями ничего не страшно, говорят на автовокзале. Алексей Домнин, Александр Мажаров, Шестой канал.